МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА События к этому часу в студии Оксана Ульяновская. Перспективы освоения недр Тимана-Печорской нефтегазоносной провинции, в частности, реализацию проекта, разработки месторождений имени Трепса и Титова, глава региона Игорь Кошин обсудил с руководством компаний «Башнефть» и «Башнефть-Полюс». Кроме того, речь шла об участии компании в социально-экономическом развитии Ненецкого округа. Глава НАУ отметил участие недропользователей в реализации социальных проектов и содействия в трудоустройстве местных жителей. Сотрудничество компании «Башнефть-Полюс» и Ненецкого профессионального училища позволяет готовить молодые кадры для работы на месторождениях. В начале этого года компания приобрела для учреждения трекол. В результате у студентов появилась возможность получать дополнительные специальности и водительские категории. На следующем этапе планируется обеспечить профучилище современным сварочным оборудованием. В свою очередь Михаил Ставский заверил, что, несмотря на снижение цен на нефть, объем инвестиций в проект компании «Башнефть-Полюс» сокращаться не будет. Продолжится и наращивание объемов нефтедобычи. То, что мы обещали еще в конце прошлого года, встречались, что объем инвестиций в «Башнефть-Полюс», несмотря на период инвестиций в «Башнефть-Полюс», снижаться не будет, потому что у нас в планах было в этом году добыть 2,206. В прошлом году мы добыли «Башнефть-Полюс» 1,4 млн. В текущем году компания планирует добыть на месторождениях имени Трепса и Титова свыше 2 млн. тонн нефти. Прирост к показателям прошлого года составит более 50%. В 2017 году ожидается дальнейший рост производственных показателей. Очень здорово, что, да, по-другому, мы не снижаем этот объем инвестиций в нашу территорию. Мы со своей стороны стараемся создать по-мазку, по-плохому условию. Но самое важное, я думаю, что я наценируюсь своих подчиненных, исключительно на конструкции и с полным субъектом. Сейчас появляется такой проект, это прямое средство. Всегда одна прямая среда, которая совершенно возникает. Мы всегда готовы в рабочем режиме совершенно спокойно, в любую ситуацию. Игорь Кошин поблагодарил руководство Башнефти и ее совместного предприятия за конструктивную работу с администрацией НАО. В Ненецком округе с 1 сентября проиндексируют более 20 социальных выплат. Каждый из них увеличено на 4%. Средства на индексацию предусмотрены в региональной казне. С учетом индексации окружной материнский капитал составит более 366 тысяч рублей. Прибавит в размере и единовременное денежное пособие при усыновлении, составлявшее 500 тысяч рублей. Его размер возрастет до 520 тысяч. Ежемесячное денежное пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку, и в приемные семьи составит более 9700 рублей. Вознаграждение за труд приемных родителей увеличится до 9 с небольшим тысяч рублей. Возросла единовременная компенсационная выплата ко дню пожилого человека, которую старшее поколение НАУ получит к 1 октября. Для жителей округа до 70 лет в этом году выплата составит 10 тысяч 400 рублей. Для жителей старше 70 лет – 16 тысяч 640 рублей. На 4% больше материальную помощь получат и участники боевых действий. На медицинскую реабилитацию округ будет выделять им по 62 тысячи 400 рублей. Обучение – почти 21 тысячу. Ремонт – 52 тысячи рублей. Также индексация коснется выплат малоимущим гражданам и больным с сахарным диабетом. Единовременного пособия лицам, награжденным знаком «Материнская слава». Единовременного пособия при рождении 2-го, 3-го и последующих детей. Субсидии на приобретение мебели, транспорта и ремонта жилого помещения для приемных семей. Ежемесячные выплаты реабилитированным лицам. Аналогичные выплаты лицам, признанным пострадавшими от репрессии. Ежемесячного пособия на ребенка. Ежемесячные выплаты ветеранам труда и ветеранам труда НАУ. Ежемесячные выплаты труженикам тыла. 24 семьи из Ненецкого округа получили жилищные субсидии на переселение в климатически благоприятные регионы страны. На эти цели было выделено 31,5 миллион рублей. До конца года еще порядка двух десятков семей должны стать обладателями жилищных сертификатов, которые выделяются в рамках федеральной программы переселения граждан из районов Крайнего Севера в климатически благоприятные регионы страны. В 2016 году Ненецкий округ на эти цели получил из федерального бюджета почти 52 миллиона рублей. На эти средства с сертификатами будет обеспечено порядка 40 семей. Большинство семей, решивших покинуть Север, намерены переехать в Архангельск. Пятая часть обладателей сертификатов – Санкт-Петербург. Одна семья изъявила желание переселиться в Крым. Сегодня участниками программы переселения признаны 2261 семья. В программе могут принять участие уроженцы НАУ или жители Ненецкого округа, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года. При этом стаж работы на Севере должен составлять не менее 15 календарных лет. Важным условием является отсутствие других жилых помещений на территории России за пределами северных регионов. Наша съемочная группа отправилась в многофункциональный центр, чтобы проверить, как там работают с обращениями граждан. По инстанциям ходила Валентина Чибичек. Каждый житель Ненецкого округа может оценить качество оказания услуг в региональной сети многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Опрос организован аппаратом администрации округа с целью дальнейшего развития и совершенствования системы оказания услуг по принципу «одного окна». Оценить качество оказания услуг МФЦ в НАУ можно онлайн через анонимную анкету. Кроме регионального опроса, жители НАУ могут дать свою оценку качеству оказания услуг в МФЦ округа посредством федеральной системы «Ваш контроль». Региональная сеть МФЦ присоединена к единой информационно-аналитической базе отслеживания качества госуслуг страны. Сегодня окна МФЦ действуют во всех муниципальных образованиях региона. За 7 месяцев текущего года в окна окружного центра обратилось порядка 26 тысяч жителей региона. Каждое третье обращение поступило из окружных сел. Цифры говорят сами за себя. Жители округа активно пользуются услугами органов госвласти для решения своих проблем. Обращение в компетентные органы, а не обсуждение в соцсетях гарантирует то, что ваши просьбы или проблемы будут удовлетворены или решены в соответствии с регламентом. Способов обращения в органы государственной власти несколько. Прийти со своей проблемой можно, например, в многофункциональный центр. Сегодня на территории Ненецкого округа действует 20 центров, работающих по принципу одного окна. Два офиса, мои документы в Наринмаре, поселки Искатели и 18 отделений в каждом муниципалитете региона. Как они работают и какие услуги можно там получить, смотрите в репортаже Валентины Чибичек. В жизни каждого человека бывают моменты, когда им необходимо получить какой-либо документ, а он не знает, где это сделать. С декабря 2013 года в Наринмаре работает многофункциональный центр, где вам всегда помогут сориентироваться. Сегодня я пришла в МФЦ обменять паспорт. Здравствуйте. Добрый день. За какую услугу вы хотите обратиться? Я хочу поменять паспорт гражданина Российской Федерации. Да, мы оказываем такую услугу, я могу ее. У нас работает электронная очередь, вам необходимо взять талон. Проеду, я помогу. В офисе Наринмара работают четыре окна, в которые можно обратиться за любой услугой – муниципальной, региональной или федеральной. В зависимости от направления и вида услуги вы получите соответствующий талон. Пока ожидаете своей очереди, в зале можно полистать брошюры. Там есть полезная информация для пенсионеров, многодетных семей, предпринимателей и других категорий граждан. Время пролетело незаметно, подошла моя очередь. Здравствуйте. Здравствуйте. По какому вопросу вы к нам обратились? Я бы хотела обменять паспорт гражданина Российской Федерации. В связи с чем у вас обмен паспорта? Утерян. Утерян. К сожалению, у нас такая услуга не предоставляется, но я вам могу рассказать, какие вам необходимы документы предоставить, дать реквизиты на уплату госпошлины и направить, куда вам необходимо обратиться. Как оказалось, по вопросу обмена паспорта при утере необходимо обратиться в Управление Министерства внутренних дел России по Нинецкому округу. Для этого необходимо собрать пакет документов из девяти наименований, оплатить госпошлину и предоставить в ведомство. Срок оформления зависит от причины замены паспорта и места выдачи предыдущего документа. Также универсальный сотрудник подсказала, МФЦ работает с обращениями граждан в электронной форме. Подать документы на обмен паспорта вы можете также, не выходя из дома. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг. Если у вас дома нет доступа к интернету, вы можете прийти в многофункциональный центр и обратиться к сотрудникам. Или сделать это самостоятельно на вот этом компьютере. Для зарегистрированного пользователя в единой системе идентификации и аутентификации открываются большие возможности. В личном кабинете можно проследить статус запрошенной услуги и оценить её качество. Подать документы на оформление загранпаспорта, зарегистрировать автомобиль, оплатить штраф ГИБДД. Сервис очень удобен для жителей села, у которых не всегда есть возможность выехать в город. По статистике МФЦ доля обращений сельских жителей за услугами растёт с каждым годом. Услуги на селе предоставляются те же самые, что и в городе Наринмаре. Например, это услуги отделения социальной защиты населения, услуги пенсионного фонда, услуги Росреестра, услуги налоговой инспекции. Также люди имеют возможность зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Самые востребованные услуги как у горожан, так и жителей сельской местности в сфере социальной защиты населения, государственная регистрация прав на недвижимость, предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости. Оценить качество полученных услуг вы можете в журнале «Обратной связи». Сегодня там значатся только положительные отзывы. Новый паспорт я не получила, но сотрудники многофункционального центра дали подробную инструкцию, куда необходимо обратиться, какой пакет документов собрать и даже предоставили реквизиты, по которым необходимо оплатить государственную пошлину. Так что без полезного совета отсюда вы точно не уйдете. Валентина Чебичик, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Обратиться за решением той или иной проблемы можно и к депутатам. Для этого работают депутатские общественные приемные. Такая открылась и для жителей избирательного округа Портовый. Там прием ведут депутаты городского совета от фракции «Единая Россия» Сергей Сферидов и Надежда Хира. В специально отведенное время народные избранники будут отвечать на личные вопросы жителей Портового участка и пытаться их решить. Благоустройство дворов. Вопросы в сфере ЖКХ и предоставления жилья. Для решения этих вопросов чаще всего жители города идут за помощью к депутатам. Многодетная мама-одиночка Светлана Марьяндышева проживает в двухкомнатной неблагоустроенной квартире с тремя детьми и больной мамой. Она уже не в первый раз пытается достучаться до городской власти и переехать в более благоустроенное жилье. К жилищным. Плохо живем. Ну а что конкретно? Ну я многодетная мама. Поместиться негде. Трое детей. Детские какие дают? Жилья нету. Детских пособий нету нормальных. И что вам пообещали депутаты? Ну будем ждать. Ждут помощи от депутатов не только семья Марьяндышевых. Такой же квартирный вопрос уже сдвинулся с мертвой точки у многодетной семьи Поповых. Они поставлены на очередь и в ближайшее время получат жилье. Представители власти заверяют, они делают все, что в их силах. Мы открыли приемную для удобства наших избирателей. Это наш портовый участок. Сюда могут обращаться все жители портового участка, у которых есть какие-то вопросы за помощью. Обратиться с абсолютно любым вопросом к депутатам Совета городского округа город Наринмар жители портового округа могут еженедельно, каждую среду, четверг и субботу, по адресу улица Ненецкая, дом 12А, кабинет 23, второй этаж. Надежда Хира принимает избирателей в среду и субботу с 10 до 12 часов, а Сергей Свиридов в четверг с 18 до 20 часов и в субботу с 10 до 12 часов. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Дары природы, разносолы и другую продукцию представят на сельскохозяйственной ярмарке. «Золотая осень» соберет гостей на площади Мараце и впервые участие в региональной сельхозярмарке примет организация с Юга России. Каждый человек в среднем съедает почти 7 тонн хлеба и около 35 тысяч булочек за всю свою жизнь. Пекарь является одной из самых древних профессий на Земле. Человечество научилось печь хлеб еще 5000 лет назад. Профессиональные же пекари, изготавливающие хлеб на продажу, появились в 12 веке до нашей эры. Эта профессия во все времена была очень почетной и востребованной. Сегодня в гостях у представителя вкусной профессии побывала наша съемочная группа. Елена Новикова плетет косичку для будущего пирога. От того, каким образом будут защиплены края, зависит качество мучного изделия. Впрочем, в этой профессии важен каждый этап приготовления. От сырья и раскладки по формам до запуска оборудования. С тестом нельзя, конечно, творить, потому что натворишь, нужно все по раскладке, по рецептуре. Тесто очень привередливое. Поэтому, если чуть больше сахара, оно будет плохо подниматься, забитое будет, не будет подъема, пышности не будет. А так вот, формочку какую-то изменить, еще чего, тут уже, конечно, творишь по настроению. Фантазии Елене Анатольевне повару с 30-летним стажем не занимать. Каждый день в ее руках рождаются новые шедевры пекарской скульптуры. Красиво. Это специально, чтобы как цветочек получился, да? Да, это у нас типа цветочка карамельный. Он потом тает, карамелька вытекает разноцветная. Профессия пекарь, по словам Елены, интересная, но трудная. Почти целый день нужно проводить на ногах, да еще в помещении, где температура зашкаливает. А еще в этой профессии нужно быть мобильным. А вы так быстро делаете все уже, как у вас, на автомате? Да, у нас уже все на автомате. У нас по времени, потому что нужно быстро-быстро все, поэтому уже навык такой, что нельзя тормозить. А сколько в день вы делаете изделий? Ну, около полторы тысячи где-то. А в день полторы тысячи? Да, штук. Штук? Да, всякого разного. Вот 140 пицц сегодня маленьких, больших 15, пирогов 30 с чем-то штучек. Тоже с разными начинками. Клубника, малина, брусника, морожка. А еще с картошкой, с яблоком, творогом, шоколадом. Ассортимент мучных изделий, которые каждый день готовит Елена Анатольевна, впечатляет. Всего в столовом комплексе обедов выпекает 70 наименований изделий из теста. 50 из дрожжевого и 20 из слоеного. А чтобы пирог был такой сочный, наливной, его смазывают маслом. Но главное, говорит пекарь, любить свою работу, вкладывать в нее душу. И тогда мучные изделия будут получаться вкусными и ароматными. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал Север. 14 представителей агропромышленного комплекса Ненецкого округа примут участие в сельскохозяйственной ярмарке «Золотая осень». Она пройдет в предстоящую субботу, 3 сентября, на площади Мара Цей с 11 до 16 часов. Возможность принять участие в ярмарке предоставлена всем сельхозтоваропроизводителям Ненецкого округа. Кроме того, организаторы ярмарки приглашают принять участие в торговле выходного дня из жителей региона – собирателей дикоросов. Места для торговли предоставляются всем без взымания платы. На сегодняшний день о намерении участвовать в осенней торговле сообщили аграрии из Нарьинмара, поселков Красное, Искатели, села Великовисочное. На временных прилавках будет представлена местная рыба, хлебопулочные изделия, мясо, молоко, яйца. Впервые участие в региональной сельхозярмарке примет организация с Юга России. Крестьянско-фермерское хозяйство из Ставрополья предоставит продукцию собственного производства, в том числе соленья и сала. В Ненецком округе стартовала акция «Живи лес». Она будет проводиться в регионе с 1 сентября по 31 октября. Участники произведут уборку лесов города Нарьинмара и прилегающие к нему территории от бытового мусора. Центральное мероприятие акции пройдет в Нарьинмаре 17 сентября. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку в Ненецкое лесничество. Необходимо сообщить, сколько примерно человек предполагает выйти на уборку, куда, необходимы ли мешки для мусора, рукавицы, транспорт для доставки в лесные массивы, а также оставить контактную информацию. Впрочем, убирать мусор в лесу можно не только в рамках акции. Для борцов за чистоту природы разработано и запущено специальное мобильное приложение. Прогуливаясь по лесу, мы зачастую можем наткнуться вот на такие вот кучи мусора. Теперь сообщить об их местонахождении мы можем с помощью специального мобильного приложения, которое называется «Береги лес», и этот мусор будет отсюда вывезен. Разработчики этого приложения предлагают собирать мусор в кучи в местах, позволяющих добраться к нему на грузовом транспорте. После уборки сфотографировать кучу мусора и выбрать на мобильном приложении функцию «Сообщить» – тему «Свалка мусора». Сообщение необходимо отправить непосредственно у кучи мусора, чтобы поступившие сообщения в Ненецкое лесничество координаты местности позволили мусор найти. Идейные вдохновители утверждают, что мусор вывезут в течение двух дней. Мобильное приложение, оно скачивается на мобильные телефоны. Там есть функционал, который предполагает возможность направлять сообщения с фотографией, с координатами этого места в нашу диспетчерскую службу лесного хозяйства. Мы на месте после получения сообщения определяем координаты и сообщаем информацию. Мы будет чистый город, то есть аккумулируем информацию, и потом уже им сообщим, где, в каких местах собраны кучи, чтобы они уже одномоментно в день-два выехали, нашли этот мусор и освободили территорию массивов от мусора. Всероссийская акция «Живи лес» направлена на привлечение особого внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России – Елена Семёнычева, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». На этом пока всё. Увидеть новости можно и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова